В госрезиденции Аларча вывешены флаги двух стран. Именно здесь, в мраморном шатре Акеме, началась церемония официальной встречи двух лидеров – Садыра Джапарова и Франка Вальтерштайнмайера. Визит этот – знаменательное событие и в первую очередь, чтобы обсудить еще более эффективное использование многолетнего широкомасштабного кыргызско-германского сотрудничества. Кыргызстан готов к совместной работе с Германией. Чтобы наполнить отношения конкретным содержанием, предлагает европейским партнерам участие в проектах и в первую очередь в сфере развития возобновляемых и экологически чистых источников энергии. К слову, за все годы сотрудничества в Кыргызстан из Германии поступило порядка полумиллиарда долларов прямых инвестиций. Мы со своей стороны готовим соответствующие наши инициативы, идеи, проекты. В агросекторе есть хорошие проекты, потому что на сегодняшний день Кыргызстан является экспортером таких органических продукций. В то же время мы готовим проекты в части энергетики развития, потому что на сегодняшний день Германия тоже является активным участником и они тоже заинтересованы в развитии зеленой экономики. И в то же время мы готовим проекты, связанные с туризмом. Переговоры двух лидеров Садыра Джапарова и Франка Вальтера Штайнмайера стали хорошей возможностью для детального обсуждения кыргызско-германского сотрудничества. И оно расширяется. Визит президента Германии, как отмечает Садыр Джапаров, только подтверждает готовность активизировать взаимодействие с Кыргызстаном. Кыргызстан выступает за поддержание активного сотрудничества с Германией, являющейся, на наш взгляд, безусловно, одним из государств-лидеров не только в Европе, но и в мире. Германия, благодаря своему политическому авторитету и экономическому потенциалу, является примером для многих стран мира, в том числе и для нас. Мы разделяем демократические ценности, основополагающие свободы и права человека, которые также высоко ценятся в Германии. Для нас весьма важна дальнейшая поддержка Германии в демократическом развитии страны, построение сильного гражданского общества и правового государства. Для Штайнмайера это не первый визит в Кыргызстан. До этого он был здесь, будучи министром иностранных дел Германии. И вот, что особенно привлекает президента в Кыргызстане. Да, спасибо, президент. Очень хорошие условия. А уже после переговоров в расширенном формате лидеры двух стран Садыр Джапаров и Франк Вальтер Штайнмайер делают совместное заявление для прессы, тезисно отмечая всё то, о чём удалось поговорить на переговорах. Для Кыргызстана Германия – один из важнейших торгово-экономических партнёров в Европе. Цифры это демонстрируют. Товарооборот между странами за последние годы увеличился почти в два с половиной раза. Этой сфере и в дальнейшем будет уделено большое внимание, особенно учитывая то, что Кыргызстан является обладателем статуса ВСП+. В 2022 году между двумя странами впервые был создан Кыргызско-германский деловой совет, очередное заседание, которое состоится в Германии в ноябре текущего года. Мы рассчитываем, что работа совета будет в значительной степени способствовать притоку в Кыргызстан иностранных инвестиций и современных технологий. Ни для кого не секрет, что Кыргызстан является производителем качественной и экологически чистой аграрной продукции. Мы уже поставляем свои продукции на европейские рынки. Готовы к расширению сотрудничества с нашими германскими партнерами также и в этом направлении. Об успешном сотрудничестве можно говорить только тогда, когда оно наполнено конкретными проектами и прежде всего в экономической сфере. В этом плане серьезная ставка сделана на Кыргызско-германский деловой совет, очередное заседание которого состоится уже осенью. Именно тогда стороны детально обсудят сотрудничество в экономической и инвестиционной сферах. Это демонстрируют и состоявшиеся в минувший четверг переговоры двух лидеров. Для того, чтобы укрепить двусторонние связи, поднять на новый уровень, необходимо, чтобы наши бизнесмены, предприниматели установили контакты и реально работали друг с другом. Если немецкий бизнес, немецкие инвестиции будут вкладывать в нашу экономику, это будет живая экономика, живые необходимые условия, чтобы эта работа давала свой результат. Кроме развития политического сотрудничества, Кыргызстан активизирует и экономическую дипломатию. Отечественные компании принимают участие в международных сельхозвыставках в Германии, обсуждая вопросы налаживания экспорта продукции на германские и в целом европейские рынки. Германия проявляет определенный и постоянный интерес к продукциям сельского хозяйства, но есть существенная проблема, это проблема связанная с сертификацией сельхозпродукции. В этом направлении ведется работа, несколько компаний заинтересовались и сегодня президент Штаймайер тоже обещал оказаться действием, чтобы весь потенциал ВСП плюс заработал, чтобы ВСП плюс помогал в развитии нашей экономики. Овощи, сухофрукты и бутилированная вода. Кыргызстан сегодня успешно экспортирует отечественную продукцию в Германию. Объем взаимной торговли между странами по итогам прошлого года составил более 180 миллионов евро. Это говорит о уже новой динамике, интенсивности контактов. Мы надеемся, что в этом году мы увеличим и этот оборот. Мы получатели преференции ВСП плюс, это всесторонняя система преференции, которая предоставляется Европейским Союзом и освобождает от таможенных пошлин более 5000 товарных позиций и это безусловно способствует более конкурентоспособному продвижению наших товаров на рынке Европейского Союза. Одна из крупных отечественных компаний уже несколько лет занимается поставкой сухофруктов, а преимущественно чернослива в европейские страны, в том числе и в Германию. Экспортирует компания порядка тысячи тонн продукции в год. В орехоплодовых наших лесах имеется много продуктов, начиная от ореха до дикой яблони. Сейчас мы в данный момент занимаемся экспортом диких продуктов. Это орехи, фисташки, миндаль, дикая яблони, каперсы и масло грецкого ореха. В настоящее время мы получили, в прошлом году, в 2022 году получили международный сертификат Евроорганик. Этот сертификат мы получили при поддержке Европейского Союза. Этот сертификат дает возможность поиска новых рынков, в том числе Германия, особенно Германия потребляет нашу дикую лесную продукцию орехи. О том, что страны намерены активизировать взаимодействие именно экономическое, демонстрирует и то, что в составе делегации из Германии прибыли представители десяти крупных компаний, в том числе в сфере энергетики, переработки, сельхозпродукции и логистики. Логистические компании сильно заинтересованы, учитывая то, что эта потенциальная дорога может быть построена и то, что Кыргызстан сейчас стоит на очень важном торговом маршруте между Китаем и Европой и Соединенными Штатами Америки. Четыре компании проявили очень большую заинтересованность и предложили обратно приехать в течение месяца для того, чтобы уже конкретно вести беседу и диалог касательно конкретных проектов. Официальные Бишкек и Берлин отмечают растущий интерес к взаимовыгодному сотрудничеству. Однако нереализованный потенциал двустороннего взаимодействия между странами есть. Лидеры намерены приложить совместные усилия для его воплощения в жизнь. Я согласен с тем, что у наших экономических отношений очень большой потенциал. Мы рады были услышать от вас о проводимой в Кыргызстане борьбе с коррупцией. Это важный момент для инвесторов. Что же касается возобновляемых источников, то успешные примеры германо-кыргызского сотрудничества уже есть. Также хочу отметить наши прочные отношения в области культуры и образования. И особенно рад тому, что германская служба академических обменов откроет в Бишкеке свое представительство по Центральной Азии. Говоря о перспективных направлениях сотрудничества двух стран, а именно о возобновляемых источниках энергии и зеленой экономики, Садыр Джапаров напомнил, как в начале года им была выдвинута инициатива по реструктуризации внешнего долга Кыргызстана с использованием механизма его конверсии на проекты в сфере зеленой экономики. И Кыргызстан рассчитывает на поддержку Германии в данном вопросе. В составе германской делегации есть руководители компаний, осуществляющие свою деятельность в сфере гидро- и солнечной энергетики, с которыми мы заинтересованы развивать сотрудничество. Учитывая гидроэнергетический потенциал Кыргызстана, мы заинтересованы в развитии взаимодействия с Германией в сфере выработки и использования зеленого водорода. Впрочем, для Кыргызстана и Германии один из важнейших не только торгово-экономических партнеров в Европе. Страны активно взаимодействуют и в культурно-гуманитарной сфере. Макс Майер руководит фондом Ханса Зайделя. Сейчас он оказывает поддержку АГУПКР имени Джусупа Абдрахманова, вузу, который занимается подготовкой специалистов в сфере государственного и муниципального управления. В Кыргызстане Макс Майер живет давно, а чтобы лучше понимать культуру, выучил кыргызский язык. На данный момент в Бишкеке филиале АГУПКР в Аше по нашей магистрской программе обучается 180 человек. Это молодые лидеры, которые в будущем станут высокопрофессиональными специалистами в госуправлении. За все то время, что существует наш фонд, магистрскую программу и другие краткосрочные программы, прошли почти 3,5 тысяч кыргызстанцев. Хочу также отметить визит президента ФРГ Франк-Вальтер Штанмайера. Это важное событие, и оно только подтверждает, что наши страны становятся еще ближе и расширяют двухсторонние отношения. А в Германии сегодня живут более 10 тысяч наших соотечественников. Один из них – Эркин Карымша Кулу. Будучи преподавателем кыргызско-германского факультета, университета строительства и архитектуры написал и выиграл проект по развитию IT-отрасли, после получил степень магистра и уже 5 лет работает ведущим специалистом в крупной консалтинговой компании в германском городе Бремен. «Здесь у меня семья, у меня трое детей. Так сложилось, что мы живем далеко от родины, но Кыргызстан всегда в наших сердцах. К примеру, мы дома говорим только на кыргызском. Дети хорошо знают родной язык. Отмечаем наши праздники, соблюдаем традиции и обычаи. Здесь в Германии большая кыргызская диаспора, часто собираемся. Сейчас мы много работаем с молодыми ребятами, в том числе из Кыргызстана, которые интересуются сферой IT». Кыргызстан и Германия сегодня нацелены на дальнейшее расширение широкомасштабного сотрудничества во всех сферах. И встреча в Бишкеке это подтвердила. «Состоял очень хороший обширный переговор между двумя президентами. Во-первых, Германия – это страна в Европейском союзе, она есть мощной экономикой, научным потенциалом, оборонными возможностями. Поэтому мы смогли обсудить ряд вопросов. Во-первых, установление и продолжение наших политических контактов, политический диалог. Второй момент – это расширение нашей торговли между нашими странами. Есть большой потенциал для развития двусторонней торговли. Кроме того, мы обсудили вопросы, как будем дальше развивать наше сотрудничество в сфере экономики, инвестиций, торговли. Будучи одной из ведущих экономик в мире и крупнейшей в Европе, Германия, безусловно, представляет повышенный интерес для Кыргызстана. Да, сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере сегодня занимает особенное место в структуре двустороннего взаимодействия. Впрочем, важно отметить, что и инвестиционная сфера имеет значительный потенциал для развития кыргызско-германского сотрудничества. И лидеры подчеркнули, что, безусловно, заинтересованы расширять именно это направление. Аяна Дюшикеева, Азамаджапаков, Лату-24.